Позырной как-то похож на кого-то из скандинавских сказок, реально. Так не уж и дали позырной так же. Сам откуда? Саратов, по-моему. Еще один россиянин. В армии слышишь? Служим? Какой? Не, просто наши вот эти вот придурки с запада пытаются утверждать, что здесь россияне. Вернее, даже не то, что россияне, а российская армия. Нет, в армии нет, не служу. 42 года мне будет в августе. Это кто? Служащий или доброволец здесь? Доброволец. Давно? Ну, недавно, около месяца, наверное, даже чуть меньше. Самый молодой по сравнению со всеми. Вот когда приехал, первая штыка в глаза бросилась. Ну, когда ехали вот там, с этого, с Юганской ехали, вот эти разрушения, обстрелы, которые остались. Туда, когда ехали на позицию, вот в домах, в Бересанке. Вот это. И людей мало. Людей мало в городах. А вот эти разрушения, когда ты видел, вот... Все равно, вот ощущение чего? Ну, скажем так, если вот, как бы это объяснить. Ну, зло должно быть наказано. Кто стрелял, они должны получить в ответ. Так? Ну, получается, не то, что в ответ, но да, зло должно быть наказано. Или их надо в окончательном порядке все-таки добить до конца, то, что... У них тоже, да. По самый корень. По самый корень. Чтобы не рождались, сколько. Потому что и пропаганда все вот эта работает. Пиндосовская. Закончить надо то, что не дали дедам на 45-м закончить. Да. Чтобы дети больше, чтобы они не видели. Раз она всегда уже закопать надо. Бандерлоги. Поглублено. Да там не только бандерлоги. Ну, все. И пиндосия вся нацистская. Все. В 45-м не закончили. Во всем связанная альерархия. Хорошо, ты мне скажи, ты месяц сюда приехал. То есть месяц назад ты еще был в России. На 9 мая. Да. 9 мая я был в России еще. Откуда еще расскажите? Саратов. Саратов. Бессмертный полк. Шел? Участвовал? Я нет. Не участвовал. На параде победы видел? Конечно. Конечно. Парад победы я смотрел. Ну и как? Вот именно на бессмертного полка. Когда же мертвые стали в один ряд живыми. Да. Предсказание Ванги. Предсказание Ванги. Она так, это ее слова были. Когда мертвые станут. В один ряд живыми. А вот теперь мне еще скажи одну вещь. Опять-таки, от которой я задавала. У тебя какая заветная мечта? По жизни. Не сейчас, а в жизни. Что ты хочешь? Больше всего. Скажем так, домик небольшой и семья. И все. Вот это и спокойная жизнь. А по профессии кто-то? Один на один. На половинку. Обыкновенный, простой водитель. Да. Не дальнобойщик? Нет. А где был кроме Саратова? Ну и теперь кроме Донбасса. В Сургуте был. Это все на машине. Это не на автобусе, а на машине. Сургут, Москва, Тверь, Воронеж, Нижний Новгород. Окраина этого Питера. А роднее всего тебе все-таки? Где? И вольготнее где? В плане не ходил. Душой тебе вольготнее где? В природе. Вот мы на природу приехали, да? Мы на природе? Нет. Нет, это не та природа. Здесь война все-таки. А вот на природе... Хорошо. В Саратов или где-то еще что-то? Ну, скажем так, вот друзья, как вот там в Саратове, в деревне. Ну, скажем, не в городе. В деревне. В поселок, в деревне, да. И Сеновал. Ну, не совсем Сеновал, но в деревне. Вот эти вот там звуки там скотины всякой, вот это вот такое. Ну, почему? Петухи в 5 утра, это классно. И когда гуси под окном ходят тоже. Да, да. В деревне. Не в городе. За домом скучаешь? Не успел? Да не особо, я бы не сказал, что я скучаю. Они здесь как дома. Да и здесь практически как дом. Твое слово россиянам. Вот это вот уже трудно, я не знаю, что я говорю. Вы сюда приехали защищать кого и что? Да, я не знаю, что здесь не защищает. Людей, детей, стариков. Вы думаете, эта зараза перейдет на Россию? Если мы здесь сейчас не остановим, то в ближайшем году придется стоять на границе. Просылки в России об этом. Тоже пятые колонны, там Нинцов и Камада. Ну, Нинцов и от Бена. Да. Вот. Это как его, Касьянов, который перекрылся, где он сейчас на Западе находится. Вот это все. Ну, а россиянам что сказать? Поддержки. Письма будешь ждать от девушек? Ой, да я не знаю, будут, будут, честно сказать, будут. Нет, или на нет, сюда нет, я этим не страдаю. Ну, вот нет бы, слукавил бы, сказал бы, буду ждать с нетерпением. Может, у нее есть кто может быть? Да, может, есть. А, есть? У тебя девушка есть? Есть. Привет ей передавай. Таня, привет. Удачи, береги себя.